«Русский авангард» – выставка с таким названием открыта в читальном зале Ахинской центральной библиотеки. Здесь представлено более 60 работ учеников школы искусств номер 2. На протяжении уже многих лет библиотека сотрудничает с художественной школой. Здесь регулярно проходят выставки, которые отличаются разнообразием сюжетов, жанров, техникой исполнения. Экспозиции всегда вызывают большой интерес у ахинцев. Каждый год школа искусств выбирает определенную тему для своей работы. И учащиеся в течение учебного года должны изучить эту тему и раскрыть в своих работах позже. Я хочу сказать, у них это получается очень хорошо. В нашем зале школьные выставки всегда проходят с неизменным успехом. Об этом можно вспомнить, скажем так, несколько последних лет, например. Это целый цикл выставок, посвященных Году театра в России. Это цикл выставок, рассказывающих о традициях и культуре славянских народов. Это выставки, посвященные эпохе Петра I. И огромное количество других тематических выставок. В этот раз художественная школа подготовила выставку работ учащихся с 4 по 8 класс по дисциплине прикладное творчество в разных стилях авангардного искусства. Авторы создавали абстрактные композиции, передавая художественный замысел при помощи геометрических фигур. Выставка посвящена русскому авангарду, как уже сказали. Это течение создано в начале 20 века. Композиции выполнены в стилях супрематизм, футуризм, кубофутуризм. Возраст детей, учащихся от 10 до 16 лет, выполняли работы. Целью выполнения работ является передача художественного замысла из геометрических фигур и создание абстрактной композиции. Стилизация флоры, фауны, стилизация буквицы, городского пейзажа, достопримечательности городов России. Юные художники использовали для росписи такие материалы, как ткань, искусственную кожу, дерево. На выставке есть декоративная посуда, роспись в стиле супрематизм, разработанным Казимиром Малевичем, который передает чистое художественное чувство, а не изображение объектов. Есть предметы, где геометрические композиции на посуде и подложке связаны одинаковыми изображенными фигурами. Работы в стиле футуризм выделяются своими особенностями, такими как множество изогнутых линий и причудливая геометрия. На одном из планшетов представлены шкатулки с росписью в данном стиле. На них изображена флора Сахалина. Стиль кубофутуризм объединяет в себе два других – кубизм и футуризм. Особенностью стиля являются деления объекта на полигоны, которые образуют геометрическую мозаику. Много красивых и необычных работ смогут увидеть ахинцы, посетив выставку «Русский авангард» в читальном зале Центральной библиотеки. Продолжение следует... Продолжение следует...